приветствую вас дорогие друзья с вами снова римас мы продолжаем прохождение ром 2 total war за спартанцев как вы помните в предыдущей серии нам удалось захватить афины но у нас кое-какие проблемы с общественным порядком во-первых за каждый ход у нас минус 38 общественного порядка мы их учили немного отношения с нашими соседями с друзьями и так далее так как из экспансионская политика она сказывается негативно на это все дело а помимо этого есть у нас угроза наши враги заклятые враги афины они нас грабят грабит наши караваны наши торговые суда и так далее то есть вот такой вот режим он минусует обществ порядок а афин да то с наш город и ну и соответственно делают ущерб нашей экономической составляющей до рендабли с нашей экономики уходит вниз плата нам следует либо создать нормальный флот либо не знаю милос как-то здесь непонятно приблизился к нам ну что ж ладно мы здесь продолжаем нанимать новых бойцов у города пилос тоже мы нанимаем новых спартанцев можно сдать ход лето у нас давайте посмотрим что предпримет наш заклятый враг афины скорее всего они не попытаются забрать город так как наши войска там нормально так обустроились но если они оттуда уйдут то сразу же попытается штурмануть ага смотрите они отступают 1 флот всего лишь отступил 2 ну 3 остался один союзник объявил войну другому продолжается санта-барбара 351 серия так битиска давайте разберемся объявил войну каримфу вступить за фракцию битиска союз либо вступить за фракцию каримф вступаем за каримф и по всей видимости и пир теперь наш заклятый враг ситуация обостряется до ситуация просто жестко как обычно обостреть я не думаю что так будет все резко меняться но короче нам сейчас надо быстренько посмотреть что нам делать каримф я не буду бросать ни в коем случае они наши вроде бы друзья и пир и пир сейчас посмотрим что там и пир будет предпринимать и вообще за какую сторону он присоединился за нашу за нашего союзника либо забить из к союз союз раз паса и пир кори тогда союз распался битиска союз каримф а разорвано торгового соглашения битиска союз на что иногда раскрыт раскрыт заключен мир битиска союз македония заключен мир кориев и пир повышение ранга так ну мы с и пиром а смотрите стоп и пир теперь наши военные стоит остались до нашим военными союзниками каримф тоже но у каримфа и у пира вроде бы отношения ухудшились корень с нами тоже в плохих отношениях в общем самые рентабельно отношения это у нас и пир а может быть попытаться с македонии заключит мирный договор шанс высокий запрашиваем 2000 золотых монет они отвергают это приложение повторяем попытку давайте запросим 1500 прекрасно мы заключили всем мирный договор давайте мы с ним попробуем заключить договор они нападили хотя нам для не согласятся умерены отказываются отвергают они это дело хорошо прекрасно вернемся к политике так спартанцы в общем видите с каримфа у нас уже не такие уж прям хорошие отношения не знаю элида плохих отношения роду с мы с ними воюем и хорошие отношения со всеми фракциями в общем нужно больше бойцов очень много бойцов нужно здесь продолжаем нанимать спартанцев у нас лучника бы да еще нанять давайте наймем что лучников и лоты лучники хороши кстати быстрые резкий как всегда у нас здесь множество агентов здесь каримф находится здесь элида травим элиду ребят я видел комментарии что не многие негодуют то что мы управляем манипулируем всяких агентов ну ребята эта игра это составляющая игры как говорится у нас в рашка нет при винтулся у нас сложность легендарно поэтому мы будем выживать любыми способами да здесь кстати вражеские чуваки пришли к нам нам нужно срочно как-то предпринять пусть на возможность и мы не можем мы не можем воспользоваться да хорошо отлично доходит отравляем отравляем как это прекрасно выглядит здесь давайте попробуем нанять нового полководца харизма общество порядок насыщение культуры возможность время в осаде плюс один давайте вот этого чувака мы возьмем прекрасно нанять мы наверное здесь никого не можем 4 ходу всего лишь да ну давайте наймем 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 четырех спартанцев мы с вами наймем лучников конницу это у нас будет наемники они нам нужны потому что вы скорее всего сейчас враг попытается штурмануть нас но этим бомжами я думаю он не посмеет это сделать хотя посмотрим как говорится попытка не пытка бы биржонова биржа да нам нужно заранее предотвращать всякие атаки вражеский стоп 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 у нас или дай ухудшено отношение все же давайте мы попробуем остановить их натиск их наступление давайте посмотрим отлично они остановлены и секса свой они дважды даже остановлены можно было и не тратиться ну ладно мы принципе повредили их бойцов легкую конницу здесь нанимаем сегодня отряд мы сейчас просто колоссальные деньги тратим ребят на перевооружение можно сказать если так выразиться этих до концу да нам здесь нужен флот нам здесь нужен флот ноги говорили римас распусти этот флот он здесь он тебе здесь не нужен нет ребята он зас он нам здесь как кстати как нужен потому что как говорится там наши земли там продовольствие да и так далее экономика если мы потеряем тот город то будет у нас небольшой экономический спад теперь пытается переманить нашего его переманили или убили да к сожалению это так война агентов продолжается так сейчас мы посмотрим короче жестко что-то что-то творится прям не понять чего а ну принципе его ранили можно его потом восстановить если завершена философия платона мы исследовали блин эти игры конечно как прям не кстати давайте просто сделаем пожертвуем окейте ребята у нас на ускоренном марше продолжаем их травить у ребята 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 так ждем их ждем так они у нас не остановлены стоп 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 так карифа здесь элида интересно сможет их отравить или нет нет диверсий к сожалению провалилась давайте заберем этот это по эту провинцию забираем автобои расширяем свои как говорится границы ну и давайте ремонтируем это все дело перестраиваем да забыл кстати доход от все торговли плюс 4 прибыли от торгового соглашения вот от ремесел нам производства плюс 3 все регионы повысить мы никого не можем провожаем пока все вроде бы по плану идет но не знаю что может произойти как вы знаете игра рим не предсказуемая игра еще та штучка прям как женщины так и пир и пир это единственная фракция вроде бы с нами в хороших отношениях до остальные нет остальные уже на нас смотрят с осторожностью персидское царство здесь что-то делает не хотят терять влияние на свое у наших берегов сам глажа с наша задача обвинить всех греков захватив их женщине детей в рабство так агент не выздоровел прекрасно отлично неудачные игры так ну чтож давайте мы тогда этого человека сделаем управление пусто здесь тогда прокачивать наш наши земли мы замечаем вражеский флот называть войска армении здесь нам нужно нужно нанимать но полководца и трасс плюс один давайте посмотрим здесь 54 влияние нашей партии назначение сделано значение пища до пищи так это не надо и нанимаем нового полководца но вот этого чувака наверно возьмем флот только флот так что она здесь происходит мы продолжаем нанимать новых бойцов здесь мы уже наняли норма или досмотрите вторглась нашим берегам к нашей границе у ее ее и ребята ребята нам надо подтягивать своих агентов срочно срочно подтягивать своих агентов красавица давай-ка иди-ка сюда скорее же попытается забрать наш город персонаж ранен персонаж гребаной ранен останавливаем их просто их останавливаем подрыв авторитета а вот не получится сделать ну давайте попробуем попытка не пытка что возможность упущенная гребаная возможность тогда нанимаем новых бойцов да ребята жестко походу и пир карим вроде бы с ними хороших отношениях а с нами не с нами нет это мне очень сильно беспокоит этот факт так у нас здесь тоже вроде бы все сложно битиск союз все же одного агента отправим сюда ну что ж мы здесь наняли до дополнительных наемников у нас из лучника у нас там еще и гарнизон есть здесь враг сидит ждет я не знаю чего он ждет у нас через два хода закончится с мы сможем нанять нормальных спартанцев и уже перехватить их не будем пока распускать этих наемников которых мы с вами наняли недавно подушаем ну сами знаете мы лучше будем платить им дань нежели терять свои провинции и земли отдавая наших женщин и детей рабство и диск союз предлагает нам мирное соглашение да давайте хорошо мир мир так мир у нас сейчас мы не успеваем да как говорится восстанет свои силы у вас родиться хотя у нас есть много армии стыков и так далее нам нужно что-то с элитой решать братьев земли женщин и детей чтобы у нас в тылу не было никаких проблем так ждем на что не будет раскрыть задание провалить какой позор праздник обнаженных юношей тут же праздник так что у нас здесь с нашим агентом отлично отлично так мы не можем на действовать мы ему не можем высадиться чуть не понял реально мы не можем усадиться так подрыв налет а вот так вот получается хорошо высаживаем его сюда этих ребят нам тоже нас захватить этих ребят мы распускаем 5000 у нас оборот за один ход будем нанимать нормальных спартанцев бойцов наших родных элиту подрыв делаем персонаж ранен к сожалению второго берем подрыв их покой у них поход здесь агент друзья у них здесь агент мы двоих уже теряем ну давай красавица ты только не умею отлично прекрасно мы их отравили и задержали давай красавица сделал управление как раз прокачать свои навыки ну и этого старпюра тоже здесь распускаем обратно распускаем всех ребят один ход и все и наши бойцы готовы к бою и лиду на нам надо брать нам надо брать и лиду только вот я да не знаю стоит ли нам создавать еще одну армию нет не не нельзя уже у нас лимит у нас лимит у нас грёбаный лимит может быть 5 диску союза попробую переманить а как вы думаете друзья мои или не стоит пока рисковать у нас принципе есть деньги у нас есть деньги а так здесь ждем куда вот эти вот прибережные города нам сложно наверно отстоять будет опа здесь вражеский флот замечен отлучником выше нанять и будет все чики-поки сдаем ход короче говоря афины пытается переманить или убить нашего старика не знаем какой исход элида где-то куда-то двигается вечно какие-то у них планы свои не понять чего персидское царство вот за нибудь поиграть было бы интересно жаль они они пока недоступны не знаю почему так разработчики делаю что некоторые доступны некоторых нет персонаж ранее ранили нашего старика агент выздоровил усиление перси до какое-то время офигеть потерять все ну было бы прекрасно было бы прекрасно если бы сейчас перса еще вторглись они бы не только нам мешали они бы мешали нашим врагам это вот такой мой небольшой анализ делаем налет блин что-то она у нас не получается ничего сделать сан не может ничего сделать нормально конечно не хорошо ну что ж ладно наш второй стык коготи гарпии готовы к бою у нас минус 274 золотых монет к сожалению так не давайте лучше все таки ускоренный марш в рубин так с деньгами у нас проблемы друзья мои ну мы я думаю холода переживем и и ты за на она to say from the safe спарта продолжаем травить бойцов и ему повышаем ранг своей красавицы агент второго уровня критический шанс на 10 процентов это прекрасно здесь у нас пока все нормально и пирзи что-то делает бить в союста с ними тоже мы вроде бы кстати у них какие-то походы договора нормальный на но и пир с нами вообще в хороших отношениях это радует это конечно радует даже экспансия не влияет ну так чуть-чуть влияет до то есть пять процентов всего лишь минус пять единиц культура у нас разная хотя не знаю почему разная они же тоже вроде бы греки или я что-то не недопонимаю афины хорошо сдаем ход ждем пока зима не пройдет потому что у нас зимой проблемы с продовольствием и с торговлей в общем нашем стыке нашей армии нормально полноценно не могут передвигаться так как все мешает хотя снега нет не знаю видим что падает но он не лежит интересная компания есть честно довольно интересно такая быстро одну быстро меняющийся да то есть мы можем вроде бы нормально нормально потом раз и на матрас и мыслит и тем более сложность у нас я напомню легендарная легендарная дрибуная сложность персийское царство куда-то опять мчится радус наш танец раскрыт агент выздоровел давайте посмотрим где же он выздоровел и второй агент тоже выздоровел и нужно просто держать это дело на балансе так агентов потягиваем сюда просто продолжаем качать своего агента тоже так или да здесь тоже находится давайте посмотрим что у нее здесь находится они вообще никого у них никого нет делаем на налет ломами их строение прекрасно здесь мы тоже продолжаем делать налеты на еду на еду и получилось но мы ее прокачали секретность на делаем секретность так конница спартанский юноша это вот вот такая вспомогательная армия у нас небольшая давайте ребят сюда идите и сдаем ход мы уже будем скоро вторгаться как таргарины на в игре престолов агент афин болин как он здесь не вовремя а вообще откуда он взялся и ему удается что-то сделать что-то плохое мы сейчас постараемся его переманить если конечно наши агенты доберется до него у нас там на той стороне мало агентов вообще практически нету у нас основная масса справа до на востоке от наших земель это конечно хорошо когда мы все видим все отслеживаем но с другой стороны медленно доходы проходят так как мы увидим все движения вражеские не вражеские союзные и так далее но опять же вернемся к первой стороне то что мы у стеки смотреть сколько стыков тут уже до походу походу будет вторжение скучно скучно нам не будет подрыв если завершена общая ранга общая ранга большая ранга новое задание разгромить в бою флот принадлежащий этой фракции афины 500 золотых монет нам дают смотрим да и они нас остановили практически нам надо с ним а вот она кстати наша красавица здесь находится давайте мы его манипулируем друзьям и 9 процентов всего лишь попытка не пытка манипуляция не удалось манипуляция не удалось отправим свое старпюра суда так ускорено марш обратно возвращаемся давайте вернемся пока обратно друзьям и посмотрим как там будет дело идти нам нужно сейчас стоп я не понял а когда коринфу успел коринф теперь нам не союзники интересно очень интересно так возвращаемся обратно смотрим что у нас здесь происходит версия версии с кем воюет и пир и спарта и все больше ни с кем они не хотят они с нами делать никакие отношения поэтому пока мы сами вторгаться никуда не будем друзьям и мы будем держать строго оборонительную позицию и все так рос во всех провинциях заход плюс 2 все провинции дом фонтанов или цистерну мы можем построить до водопровод давайте изучим водопровод либо мы можем принципу изучить туннели снабжения снабжения боеприпасов в осаде плюс 25 процента возможны время в осаде для осаждения поселения плюс 1 до позволяет строить осадные башни перед битвой интересно а вот с флотом у нас все беда скорость стрельбы всех кораблей плюс 5 не давать лучше мы чем такое до иерархия число ячеек набору плюс один стоимость содержание пехотинцев ближнего боя минус 4 процента стоимость наема пехотинца в ближнем бою минус 4 процента всей провинции давайте иерархию лучше с вами изучим ну и по ходу дела у нас будут большие проблемы друзья мои у нас зима делаем налет по примеру мы его мы его прокачали идеал качами дел а здесь дорогие мои друзья мы наверное будем нанимать конницу и побольше побольше спартанцев и сдаем ход не получится сдать ход так сановник шанс ранить виражских агентов при самообороне не боевые потери в осаде раз ранее конечно так отлично нападение 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 во вот это прекрасно грядет огромная война друзья мы скоро будет огромная огромная война пирсы будет вторгаться к нам нет ай как хорошо вас я просто целовал твою бороду вася молодец самооборону мы ему хорошо там прокачали если честно в общем и пир и спарта пирсы пойдут на и пир либо на спарту скорее всего на спарта так как мы находимся ближе к ним или они к нам в общем мы у них на пути грядет друзья мои огромная война самое главное чтобы элида него спрос не не до чтобы они не воспользовались той ситуации когда нам плохо мы заняты боем как говорится в войной с третьими лицами а тут они тут видите прям в тыл нападут и все сейчас сейчас с вами понаблюдаем куда пирсы пойдут а по кедоне нападает на нас у нас есть спартанцы у нас есть флот и спартанский юноша принципе нас все все шансы на то чтобы сделать победу хотя кавалерии вообще нету но мы сможем их обстрелять расстрелять как говорится и защититься на друзья с вами был римас в следующей серии мы соответственно конечно же проведем бой постараемся отбиться от этой нечисти ну тут принципе есть тяжелая победа режим обороны я конечно не буду разыгрывать я буду разыгрывать бой с вами был римас подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии всем удачи